приветствую вас давайте разберем ваш вопрос вопрос касается взаимоотношений с домашним животным у родственников автора вопросы вот пропишет что приехал к ним к родственникам жить вот у родственников есть кошка она его боится щипит ручит спокойно нельзя мимо нее пройти ну что я хочу сказать я хочу наверное в первую очередь сказать что кошки чувствуют агрессию второе что я хочу сказать то что вам бы обратиться наверное все таки к зоопсихологу вот именно к зоопсихологу я не являюсь зоопсихологом поэтому исхожу исключительно из тех тех небольших знаний которые у меня есть вот и соответственно в этом смысле и а заранее прошу прощения за определенную некомпетентность так вот а кошки чувствуют агрессию и соответственно это агрессия она скорее всего возраст вы ее себе можете запрещать вы можете ее запрещать 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 агрессию спрещать, проявлять какие-то чувства, например, чувство волосы, допустим, можете себе запрещать, вот, но в любом случае кое-что-что чувствует, кое-что чувствует все то, что вы себе запрещаете, как-то вот проявлять, выражать и так далее, вот, и лучшим способом, лучшим, самым, самым лучшим способом, на мой взгляд, решить проблему, вот, было бы, было бы, пожалуй, следующее, это выразить свои чувства, снизить немножечко их форм, их давление, давление на вас, вот, для того, чтобы они перестали на вас влиять, вот, так, как влияют сейчас, вот, чтобы не влияли, потому что, чтобы это не влияло на вас, так, как это влияет сейчас, сейчас следовательно, вот, и кончики, да, они это чувствуют, вот. Когда, значит, психоэмоциональный фон будет у вас, ну, скажем так, выровняем, вот, я думаю, что вам уже будет проще и легче, вот, и кончики, возможно, будут относиться к вам по-по-по-спокойней, вот, гораздо лучше, чем сейчас, вот. Ну и, собственно, последняя, наверное, рекомендация будет предельно банальной, ну, вот, это, это, а, значит, попробовать ее, в смысле, кошку, покормить, вот, значит, и, вот, почаще, почаще, почаще рацию кормить, вот. Ну, вот этот момент, 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 который я описал, да, он является очень важным и без него, без этого момента и, а, вряд ли, что-то, что-то у вас такое, а, кардинально изменится, вот, ну, при взаимодействии, я имею в виду, с, а, домашним животным. Неплохо было бы, а, также, а, узнать. У хозяев, какой характер, вот, у кошка, то есть, ну, просто, вот, что, какой у нее характер, в принципе. Вот, от этого тоже можно как-то вот плясать, вот, и на это тоже можно постараться обратить, обратить ваше внимание. Потому что, ну, в зависимости от характера, да, кошки, тут тоже могут быть свои нюансы, конечно. Вот, вот, пожалуй, то, что я мог бы вам ответить сейчас, как бы я мог вам ответить сейчас, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, психотерапии, с точки зрения, с точки зрения, ага, значит, своего опыта. Вот, обязательно постарайтесь, обязательно найдите для себя возможность поговорить, поговорить с зоопсихологом, вот, необходимо просто поговорить с зоопсихологом, вот. Для того, чтобы эту ситуацию более подробно поисследовать, вот, потому что сейчас, сейчас, на данный момент, ааа, как бы, есть вот эта, некоторая такая, непонятка, то есть, ну, не до конца, не до конца понятка. Вот, возможно, 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 зоопсихолог вам подскажет что-то более, ааа, что-то более детальное, вот, исходя, исходя, исходя именно из его опыта, вот, потому что все-таки, как я уже сказал, вот, я не являюсь этим самым зоопсихологом, а вам нужен именно он, вам нужен именно зоопсихолог в данном случае. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, ааа, ну, надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам! Всего самого доброго!